Каждый продукт в маркетинге, каждая бизнес-единица и каждый процесс имеет свой жизненный цикл. Это означает, что продукт задумывается, разрабатывается, выводится на рынок, увеличивает свое присутствие на нем, а затем неизменно увядает, теряет свою долю продаж, лояльную аудиторию, сжимается и в итоге уходит. Те же самые процессы характерны и для информационного продукта нашей программы. Доброе утро! В студии Наталья Самойлова и вы слушаете последний выпуск проекта «Маркетинговая среда». И мне это кажется достаточно символичным. В стране, испытывающей катастрофическую нехватку профессионалов в маркетинге или профессионального подхода к маркетинговым технологиям, довольно сложно доказать, что эти технологии работают, востребованы и способны давать монетизируемую отдачу. Что ж, каков маркетинг, таково и отношение к отраслевому проекту. Жизненный цикл маркетинговой среды составил 60 программ, в которых мы пытались дать практические рекомендации специалистам по маркетингу, как достичь в своей деятельности реальных результатов, а не шаманить в изображении собственной значимости. Мы многие темы не успели охватить. Среди них и технологии кросс-промошен, и продукт-плейсмент, и спонсорство, и подготовку к выставкам. Тем не менее, мы убеждены, что кому-то наши разговоры в студии принесли практическую пользу. И самым логичным шагом сегодня мне представляется разговор в студии о методиках оценки эффективности маркетинговой деятельности компании. О них и поговорим прямо сейчас с моим гостем, бизнес-тренером, консультантом Андреем Кулиничем. Андрей, доброе утро. Спасибо, что приняли приглашение маркетинговой среды. Доброе утро, Анталия. Итак, Андрей, мы традиционно начинаем программу с Блица. Этот Блиц у нас будет последним. Поэтому попрошу вас максимально точно постараться ответить на вопросы, которые я буду задавать, только да или нет. Итак, необходимо ли оценивать эффективность маркетинговой деятельности компании в принципе? Однозначно. Все ли параметры маркетинга и его инструменты имеют технологии оценки? Да, возможно, мы просто не все их знаем сейчас. Согласны ли вы с мнением, что оценка маркетинговой эффективности должна проводиться исключительно на основании достижения поставленных целей? Нет. С вашей точки зрения, возможно ли оценить эффективность имиджевой рекламы в каких-то конкретных параметрах? Да. Эффективность маркетинга в компании целиком зависит только от маркетолога? Нет. За эффективность маркетинговой деятельности должен отвечать только маркетолог? Нет. Параметры изменения объемов продаж являются результатом маркетинговой деятельности? Да. Отсутствие маркетинговой эффективности свидетельствует об отсутствии системного маркетинга всего бизнеса? Нет. Спасибо. Итак, мы говорим об эффективности маркетинга. Я бы хотела начать с вопроса. А что для вас, как для консультанта, представляет или означает понятие эффективность маркетинга? Все очень просто. Эффективность маркетинга – это отдача на инвестиции. То есть, если мы говорим, что мы не тратим, а мы инвестируем в продвижение, то есть в маркетинг, то наверняка мы должны получить отдачу. Так как мы инвестируем деньги, то и отдача должна быть, соответственно, в деньгах. А значит, я могу рассчитать по классической формуле ROI, то есть возврат на инвестиции. Для этого используются в маркетинге либо сокращением ROI, RAIM, ROI. Нету стоящегося термина, но, скорее всего, если вы видите в аббревиатуре ROI буковку M, речь идет о маркетинговых инвестициях. А это не что иное, как дополнительная выручка. То есть не вся выручка, которую получила компания, а именно та выручка, которую мы получили благодаря продвижению либо некой маркетинговой активности. Минус прямые переменные затраты, минус инвестиции, которые мы потратили на… инвестировали, прошу прощения, в эту акцию, деленные на сами инвестиции. Вот такая оговорочка-то по Фрейду, потому что в большинстве случаев действительно не инвестировали, а потратили или освоили. Ну, в свое время Агил, если не ошибаюсь, говорил, что 50% денег я трачу впустую на рекламу. Но в настоящее время наверняка этот процент даже вырос, и по собственным наблюдениям это качественная оценка. Я думаю, что около 80% денег в рекламу тратят, а не инвестируют. Ну, мы же с вами понимаем, что, скорее всего, при том, что я согласна с процентовкой, даже дала бы ее, наверное, побольше, процентов 85-90, это связано не с неэффективностью, например, маркетинговых инструментов, а, как было сказано в одной из известных реклам, вы просто не умеете его готовить. Ну, дело в том, что здесь нельзя рассматривать отдельно эффективность маркетинга. То есть, получается, у нас, знаете, как у Райкина, претензии к пуговицам есть, инструменты эффективны, да, но вот костюмчик все равно сидит плохо. Поэтому давайте рассматривать все целиком в комплексе. Вы заговорили об эффекте, так называемом, роме, я буду его называть так, как я привыкла, это возврат инвестиций, вложенных в маркетинг. Таким образом, мне бы хотелось просто для слушателей еще раз озвучить ту формулу, по которой считается. Звучит она, согласитесь, наверное, следующим образом. Доход от конкретного мероприятия маркетингового минус затраты, которые были понесены на это мероприятие, мы делим на затраты на мероприятие и умножаем на 100%. В данном случае я бы хотела уточнить у вас, ведь эффект роме, скорее всего, наиболее применим к инструментам BTL-технологий, потому что довольно трудно, обычно говорят маркетологи, рассчитать, например, по этому инструменту прямую рекламу. Для того, чтобы была рассчитана, например, эффективность прямой рекламы, сколько мы потратили на конкретную рекламную акцию и сколько получили в доходной части именно от этой акции, должны быть проставлены конкретные маркеры, так называемые крючки, чтобы маркетологу было очевидно, что данный объем продаж был принесен конкретным маркетинговым инструментом. Абсолютно согласен. Да, легко, но если можно, я начну даже немножко чуть выше, чтобы расставить маркеры либо коммуникационные эффекты, на самом деле необходимо понять, как ведет себя потребитель, потому что очень часто маркетологи мне напоминают охотника из мультика, помните, зайца видел, говорит, какого такого, с ушками. Это вот наш классический маркетолог, который примерно представляет, как выглядит клиент, но на самом деле его не знает, не понимает, не понимает причин покупки, не знает поведения. То есть, по большому счету, я должен разложить эти маркеры как морковку перед этим зайцем, чтобы он сам пришел ко мне по этим морковкам. А так как мы не знаем, как ведет себя клиент, то, соответственно, мы не можем расставить эти маркеры. То есть, если клиент покупает самый известный продукт, значит, нам надо мерить известность, которая будет напрямую коррелировать до определенного уровня непосредственно с продажами. И когда мы начинаем мерить, оказывается, что очень часто, в большинстве случаев, банально продукцию, марку, компанию, производителя потребители не знают. И, соответственно, вот здесь самый простейший вариант, давайте работать с рекламой, которая будет поднимать просто узнаваемость вашей продукции, у вас будут расти продажи. Когда происходит точка отсечения, допустим, на уровне 70% знания, там уже начинают влиять более сложные модели и более сложные коммуникационные эффекты. Это может быть позиционирование. Ну, не знаю, вода для спорта, вода для радиостудии и так далее, и так далее. И я буду, как потребитель, соответственно, брать тот продукт, который, на мой взгляд, соответствует данной ситуации. Это могут быть вопросы, связанные с мнением потребителя о продукте. Это может быть банальный интерес к продукту, потому что давайте согласимся, что значительная часть вещей и продуктов, которые мы продаем, я говорю в данном случае про рынок B2C, потребителю абсолютно не нужна. И для того, чтобы потребитель купил, мы должны суметь создать этот интерес. Наши маркетинг-компании привыкли жить в ситуации, когда рынок растет. То есть клиент идет сам, и необходимо просто уже расставить сети, то есть банальную навигационную рекламу, что вот этот поток перенаправить к вашей компании. И мы до сих пор остаемся вот на этом понимании маркетинга, то есть пытаемся перенаправить поток, не понимая того, что поток иссяк. И для того, чтобы его восстановить, необходимо формировать, скорее всего, новые ценностные составляющие в продукте и вкладывать эту ценность в голову потребителям. Ну, вы знаете, я бы, наверное, не стал говорить даже о ценностях. Необходимо научиться формировать у потребителя нужду, необходимо научиться формировать у потребителя критерии выбора. Эти вещи неразрывно связаны. Ведь если я вам хочу продать новый автомобиль, мне необходимо создать неудовлетворенность старым автомобилям. И автопроизводители научились программировать срок службы узлов и деталей так, чтобы через определенный пробег автомобиль начинал ломаться, и вы задумывались о покупке нового. Ну, это утрированный случай. Но если вы из раза в раз покупаете одну и ту же воду, а я выхожу на рынок, то мне необходимо в первую очередь, чтобы продать вам что-то, необходимо создать неудовлетворенность в текущем положении вещей, то есть той водой, которую... Соответственно, заложить в новую воду новые ценности. Для спортсменов, для детей, для худеющих, для накачивающихся. Часто это приписать ценности, потому что большинство продуктов, товаров, которые мы покупаем, они по большому счету ничем не различаются. Они различаются в нашем восприятии. И фактически мы сейчас манипулируем этим восприятием. Ну, в частности, последние, то, что последние, но актуальные примеры. Известная история с Данон, который приписал только своим йогуртам, вот иммунобактерию и так далее, и так далее, и так далее. И когда уже позже вышли наши производители и сказали, что у нас тоже живет эта иммунобактерия, то потребитель воспринялся как дешевую российскую подделку. То есть пришел там технолог Данона, вернее, Данона-Вимбельдана, купил пару баночек, размножил, пересадил свои йогурты. Но эта иммунобактерия есть во всех йогуртах. Мы просто первыми об этом сказали. И здесь необходимо как раз в первую очередь создавать неудовлетворенность и в рамках этой неудовлетворенности создавать новые критерии выбора. И, возможно, даже ваши недостатки, недостатки вашей продукции могут стать новыми критериями выбора потребителя. Андрей, какие маркеры деятельности предприятия свидетельствуют о том, что маркетинг изначально не будет эффективен? Наверное, в первую очередь, все идет от головы от руководителя. Это отдельный разговор или отдельный блок, о котором надо поговорить. Обязательно поговорим. Так как собака похожа на своего хозяина, то маркетинг похож на руководителя. И, глядя на руководителя, можно с большой долей или собственника компании с большой долей вероятности заключить о том, насколько эффективен маркетинг в компании. Ну, то есть вот давайте все-таки попробуем подумать. Пока будет короткая пауза, мы уйдем на новости на финал МФМ. Давайте подумаем, какие маркеры деятельности предприятия свидетельствуют о том, что маркетинг неэффективен. И попробуем нашим слушателям показать, где очевидный проигрыш в проектах. Новости на финал МФМ. Доброе утро всем, кто присоединился к нашей программе прямо сейчас. Напоминаю, что в эфире «Маркетинговая среда». И сегодня мы говорим об эффективности маркетинга. Мой гость – бизнес-тренер, консультант Андрей Кулинич. И перед уходом на новости на финал МФМ мы говорили о том, по каким маркерам деятельности предприятия мы можем понять или догадаться, что изначально наша маркетинговая стратегия и тактика неэффективна. Андрей. Попробую перечислить наиболее основные. Ну, в первую очередь, с чего я начинал, это собственник. Если собственник самолично отбирает рекламные макеты, те, которые нравятся ему, если собственник проектирует продукты, исходя из критерия «я бы купил» или «я бы не купил», причем он не является ли в аудитории потребителем своего продукта, маркетинг однозначно неэффективен. Маркетинг изначально неэффективен, хотя, безусловно, есть исключения, если мы говорим о неких инновационных товарах, тех, о которых потребитель не знает. Если же улучшаем, то здесь лучше спросить у потребителя. Второе, маленький вопрос, который я задаю компаниям. Скажите, пожалуйста, за последние полгода какое количество новых каналов маркетинговых активностей вы опробовали новых для вашей компании? И когда мы начинаем смотреть, оказывается, что места размещения, площади размещения, идеи размещения, они не менялись годами, пять-шесть лет. Хороший вопрос, почему вы размещаетесь именно вот здесь? Потому что это радио слушает наш руководитель, потому что этот троллейбус ездит мимо нашего офиса. Или самое распространенное, потому что так делают конкуренты, а там не дураки сидят. Согласен. Что еще можно отнести к неэффективности? Это как дань. Это вопрос, почему вы тратите столько денег. И чаще всего вопрос, почему вы тратите так мало. Я сразу оговорюсь, не пытайтесь меня обвинить, уважаемые радиослушатели, в том, что я пытаюсь раскрутить на увеличение маркетинговых бюджетов. Ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что маркетинг недоинвестирован. И очень часто мы воспринимаем маркетинговые расходы как некий налог, десятину. И мне отвечают, вот станем большими и красивыми, будем расходовать больше. Но обычно я говорю, что вы не станете большими и красивыми, потому что маркетинг – это то, что создает продажи, а не то, что за ними следует. И вот эту причинную следственную связь очень важно удерживать в фокусе. Понятно. Я вас спросила в Блице, согласны ли вы с мнением, что оценка маркетинговой эффективности должна проводиться исключительно на основании достижения поставленных целей? И вы ответили – да. Тогда хотела бы поговорить о том, как правильно формулировать маркетинговые цели, дабы иметь возможность их достичь и к тому же посчитать эффективность. Ну, давайте сначала разберемся, что вообще является конечным эффектом от маркетинговых активностей. И здесь, наверное, предвосхищая ваш вопрос, или там уже слушатели пытаются сформулировать список в голове у себя, называют, например, имидж. Но я говорю, а, собственно говоря, зачем мне имидж, который не ведет к продажам или к увеличению прибыли? Согласна с вами, абсолютно. Кто-то говорит известность, но мы уже проговорили с вами, что известность – это драйвер. Да, соответственно, первый конечный эффект – это непосредственно увеличение продаж либо увеличение прибыли компании. И вот уже на пути к нему я должен разложить эти морковки, коммуникационные эффекты. А вторая конечная цель продаж – это брендинг. Да-да-да, брендинг. Но здесь давайте поймем, что бренд не как сама цель, а бренд как экономическая сущность. И, соответственно, в мире существует не менее 16 методик оценки стоимости бренда. Если вы говорите, что эта рекламная кампания нацелена на бренд, тогда будьте любезны, оценивайте до, после нее, обязательно вот эту стоимость бренда, определяйте прирост бренда и определитесь, а будете ли вы продавать вообще этот бренд и будут ли на него покупатели. Потому что методики, безусловно, есть. Я могу оценить всеми 16 и получу разные цифры, но реальная стоимость формируется только при покупке и продаже. То есть когда у вас есть покупатель, а вы, соответственно, и продаете. Здесь мы можем говорить как о неком Гудвилле, то есть нематериальных активах компании в определении стоимости бренда. И третий интересный пример, конечный, это рост капитализации компании. Вот на наших глазах разворачивается очень интересная ситуация с компанией Facebook, стоимость которой около 100 миллиардов долларов, ну, по крайней мере, была примерно на сегодняшний день. А выручка компании, выручка, не прибыль. Если не ошибаюсь, что-то около 3 миллиардов, может, там чуть-чуть больше 3 миллиардов. Выручка, даже не прибыль, потому что эту выручку компания всю и проедает. И когда мы говорим о том, что Facebook размещается на рынке, то, соответственно, значительная часть продвижения этой компании была направлена не на потребителей продуктов, да, социальной сети, а была направлена на инвесторов. И выход здесь, экономический выход, это рост как раз стоимости компании. И благодаря, по крайней мере, неплохому началу господин Цукерберг заработал, если не ошибаюсь, около 4 миллиардов долларов. Ну, могу ошибаться, да, это его деньги. Да, не будем их считать. Вы у меня фактически опередили с вопросом. Потому что следующий вопрос должен был звучать. Маркетинговый инструмент брендинга имеет ли свои особенности оценки эффективности? Исходя из вашего ответа на предыдущий вопрос, я понимаю, что да, имеет. И давайте для слушателей, может быть, я понимаю, что все 16 формул расчета эффективности мы вряд ли с вами сможем сейчас озвучить в эфире, тем более, что самая неблагодарная площадка – это радио для того, чтобы озвучивать цифры. Но, тем не менее, как бы вы рекомендовали считать маркетологам вот эту стоимость бренда? На что обратить внимание? Ну, самая здравая идея, на мой взгляд, здесь, может, она не всегда реализуема, но, еще раз повторю, самая здравая, отражающая основной смысл бренда, то, что брендированный товар должен продаваться или больше, и или дороже, чем небрендированный товар. Поэтому берите продажи, берите цену небрендированного товара, да, и объем продаж. Берите цену брендированного и небрендированного товара, и вот эта вот разница, экономическая разница, прибыль, которая остается у вас, собственно говоря, и есть экономический эффект от бренда, вот есть его экономическая сущность, потому что дальше уже вопрос оценки. Я могу считать оценку бренда как тот доход, который принесет мне бренд, вот дополнительный доход за 3-4 года, это уже вопрос как раз покупки-продажи этого бренда, но еще раз повторю, что это дополнительные деньги, которые я получаю. Причем очень важно понимать, что встречаются ошибки брендирования, когда вы действительно продаете товар дороже, вы продаете его больше, но по своей сути вы тратите денег на поддержание развития этого бренда больше, чем вы получаете от него доходы, и получается, что это... Брендинг превращается в сублимацию амбиций собственника. Ой, какая сложная фраза, ну, наверное, где-то так. Тоже мы с вами частично коснулись этого вопроса, но я бы хотела сейчас конкретизировать его. Я уже говорила, что, наверное, самый проблемный вопрос практиков – это оценка эффективности прямой рекламы, потому что субъективизм определенный существует. И я вас спросила в Блице, с вашей точки зрения, возможно ли оценить эффективность имиджевой рекламы в каких-то конкретных параметрах? Вы ответили, в общем, довольно уверенно – да. Как вы рекомендуете правильно продуцировать этот процесс, чтобы его оценка не превратилась вот в это... Общение на уровне нра – не нра, нравится – не нравится? Ну, дело в том, что давайте вообще разберемся, что любая реклама, любое позиционирование, в первую очередь, должны вызывать некие эмоции. И причем не важно, положительные или отрицательные, но очень важны эмоции, потому что нету эмоций, нету некого действия, нету интереса. И если мы говорим про имидж, ну, давайте разберемся вообще, что это такое. То есть фактически это некое наше название того же позиционирования, того же отношения, ведь мы говорим именно про это. То есть имидж – это как нас воспринимают, то, что про нас думает потребитель, это и есть позиционирование. Я это обычно называю репутацией, что имидж, как мы себя подаем, а вот как нас воспринимает на самом деле репутация. Об одном и том же говорим, разными словами просто. Окей. Ну, позиционирование, то есть, если можно уточню, позиционирование. Я могу себя позиционировать как самый лучший консультант по эффективности рекламы, да, но большинство слушателей сидит сейчас и думает, господи, да кто ж такой, да, и получается, что все-таки позиционирование мое, это так, как меня воспринимают, как меня знают радиослушатели, и здесь очень важный момент, в том числе и к брендингу, и к позиционированию, и к имиджу, то, что если я не сформировал до этого известность, то я не смогу сформировать позиционирование. Вот как оценить эту сформированную известность? Вот в чем основной вопрос практиков? В объеме бюджета, в определенном проведении исследований посткампейн, которые зачастую, ну а, дорогостоящие, б, сжирают много времени, и, наконец, мы с вами, как маркетологи, тоже прекрасно понимаем, что любое исследование имеет, ну, мягко говоря, погрешность, потому что все зависит от того, как построить вопрос, какую выбор корреспондентов привлечь к этому исследованию. Ах, как вы мне даете широкий выбор ответов, если можно, я буду выбирать то, что удобно или, кажется, актуально мне зацепляться. Давайте зацепимся за такую забавную штуку, как мерить. Да выйдите на улицу, на самом деле, и спросите то, что про вас думают, и вы как раз и поймете, поймете свое позиционирование, свое отношение, свой имидж и репутацию. И когда мы говорим, что исследования дают погрешность, ну да, они дают погрешность, но подождите, а где вы видели в бизнесе хоть что-нибудь объективное, либо точно измеримое, если это не касается, там, непосредственно производственного процесса? Ну, видите, когда речь идет о маркетинге, такой непонятной обезьянки с гранатой, обычно руководители тут же вспоминают про формулировку увеличенные риски, как будто в остальных видах деятельности бизнесовой их нет. Ну, вы знаете, мы знаем, как управлять рисками, да, то есть если мы сейчас мигрируем к этой теме, то давайте поймем одну простую штуку, что для управления рисками вы можете страховаться. Ну, правда, маркетинговую деятельность никто пока не страхует, идея для страховых компаний. А второй аспект, вы можете опираться на чужой опыт, даже не в вашей отрасли, это здорово понижает риски. Давайте поймем, что в мире все украли давно до нас, ну, то есть придумали давно до нас. И, скорее всего, вы можете найти аналоги и, по крайней мере, посмотреть, если они были эффективны. Почему? Если были неэффективны, то, опять же, почему? В каком промежутке времени вы рекомендуете это делать? Потому что, например, кейс с 10-летней давности, он имел несколько иные условия, задачи, наверное, которые отличаются от сегодняшнего дня. Все новое, хорошо забытое, старое, на самом деле, и ничего нового фактически не появляется. Сейчас одна из самых больших или таких актуальных задач, которая стоит перед маркетингом, продвижением, например, это как померить эффективность вложений в рекламу в социальных СМИ, социальных медиа, СММ. Но потихонечку все приходят к тому, что здесь необходимо включать те же медийные показатели, так или иначе, связанные со знанием, с пониманием, с интересом и так далее, которые имеют место быть на ТВ, которые формируются прессой, радио и так далее, и так далее. И как мы не пытались прикрутить какие-то другие вещи, простроить между ними, меряются неизумительно, но простроить причинно-следственную связь между изменением этих показателей, изменением объема продаж, как раз не представляется возможным. Почему? А ее нету. То есть вот это как раз тот самый неизмеримый параметр. У вас был вопрос, все ли можно измерить в Блице, в маркетинге. Я вас к ответу на него и тащу. Да-да-да. Так вот, я хотел бы расшифровать. И вы сказали, что да. Да. И я стою на этой точке зрения, я спровоцирую всех. Аргументируйте. Все можно измерить. Можно тогда вернуться немножко к истории. В свое время один известный лорд, не помню фамилию, заявил, что аппарат тяжелее воздуха не может подняться в небо, не может летать. И буквально через пару дней братья Райт совершили свой первый полет. И в тот момент наверняка никто не мог объяснить либо описать, как летит этот самолет, то есть почему он вообще летит. То есть вот был некий эффект. Но давайте посмотрим на настоящее время. Мы не только можем описать, мы не только можем предсказать, как будет летать новый самолет. Мы построили симуляторы, которые имитируют полностью полет самолета и появляется когорта летчиков. Ну, не будем сейчас дискутировать об их подготовке там качества и так далее. Которые научились и получили пилотское удостоверение, ни разу не поднимаясь в воздух на этих самолетах. И, в общем, успешно летая. Андрей, давайте мы о маркетинговой симуляции поговорим сразу же после короткого выпуска новостей на Финам.ФМ. Доброе утро всем, кто к нам присоединился сейчас. В эфире программа «Маркетинговая среда», ее последний выпуск. И сегодня мы говорим об эффективности маркетинга с бизнес-тренером, консультантом Андреем Кулинчем. Андрей, еще раз доброе утро, наверное, всем, кто к нам присоединился сейчас. Вы очень хорошо меня возбудили в предыдущем нашем информационном блоке на тему симуляций в маркетинге. И вашей аналогии с самолетом. Я предлагаю завершить эту идею. Да, с удовольствием. Тем более, что осталось буквально пару фраз. Что получается? Что если мы сейчас не можем измерить как раз эффект от маркетинговой активности, мы просто не совсем понимаем, как он работает. И нам просто надо продолжить исследование причинно-следственных связей, поведения клиента. Тем более, что сейчас открывают сумасшедшие возможности. Но, в частности, проводятся исследования, которые показывают, что потребитель на самом деле реагирует на тельные сообщения не так, как он декларирует. То есть, не так, как он говорит. И даже в ГИБДД был чудесный пример, когда они сняли ряд нашумевших социальных роликов о вреде пьянства за рулем и так далее. Все говорили, ужас, ужас, нельзя показать, это кошмар. И они отобрали 50 добровольцев, которым демонстрировали ролики, но ориентировались не на то, что говорят после просмотра ролики. А они как раз сканировали активность головного мозга и отслеживали, какие участки мозга активируют этот ролик. И оказалось, что реакция кардинально отличается от того, что мы говорим. И в настоящее время подобного инструментария все больше, больше и больше. Но даже если мы не говорим про большие технологии, то давайте банально выйдем в торговый зал. Вот одна из проблем рекламистов, маркетологов, они очень мало времени проводят в полях. Задайте вопрос, сколько времени в поле проводит специалист в области маркетинга? Боюсь, что ответ будет действительно не впечатляющий. А сколько, с вашей точки зрения, должен проводить? Минимум 30% своего времени специалист должен проводить именно в поле. И в некоторых компаниях, я не стал бы здесь обобщать и обижать всех наших слушателей, специалисты не только проводят, они там фактически сидят в поле. И есть мероприятия, когда они становятся из-за прилавок, когда они продают. И вот это вот все позволяет понять. Но здесь, наверное, даже лучше не продавать, а наблюдать. Потому что мимика движения, они расскажут гораздо больше, чем слова. Научитесь считывать эти эмоции. И вы по движению мышц, глаз, губ сможете понимать, что нравится, что не нравится потребителю, как он реагирует. Либо он вообще не замечает те предложения или те ловушки, которые вы расставили. Андрей, основная, наверное, сегодняшняя проблема при оценке эффективности маркетинга – это вопрос конкурентоспособности. Мы с вами так или иначе его уже касались. Как вы рекомендуете оценивать эффективность именно маркетинговых действий вот как раз по увеличению этой конкурентоспособности? Можно я тогда немножко ретроспективу? Для кого-то из коллег это будет известно. Ретроспектива для кого-то, возможно, в новинку. Давайте вообще посмотрим, как развивался маркетинг. И первый уровень весла развития маркетинга – это ориентация на производство. Если я научился производить что-то, что не умеют другие, и это надо. Классический пример Генри Форд – конвейер. Придут и купят сами просто потому, что я произвожу. Но проблема в том, что производство – это понятный объект для инвестиций. И в настоящее время количество производств растет в геометрической прогрессии. Вопрос в том, что они не умеют производить правильные продукты. И вот здесь мы переходим на второй слой маркетинга. Это ориентация как раз на продукт. Хороший продукт в рекламе не нуждается. Известная расхожая фраза. Но проблема в том, что мы забываем про эффект убывающей полезности. И если для коллег первый глоток кофе с утра был самый вкусный и самый полезный, второй уже менее вкусный и полезный, на глотке 15-м, к примеру, всё, проснулись, то есть можно делать радио погромче, то очень часто специалисты в области маркетинга, кто работает над продуктами, они сидят, как строгие родители перед ребёнком, говорят, выпей, пожалуйста, 11, 12, 18, 20, а на 45-м уже потребителю становится плохо. Если мы посмотрим на ряд предложений, то фактически компании пытаются запихнуть в нас что-то такое, от чего нам уже становится плохо, а они этого не видят. Нам не нужна идеальная мышеловка. И маркетинг в этом ключе двинулся уже на следующий уровень, это ориентация на сбыт. Или должен двинуться всё-таки, давайте объективно. Да, он уже двинулся, то есть давайте поймём, что разные отрасли развиваются по-разному. Если мы посмотрим, например, на рынок хлебобулочных изделий, то буквально там года 4-5 назад он перешёл на конкуренцию по продукту, одна из компаний выпустила хлебушек такой, хлебушек такой, это был некий ажиотаж, и сейчас мы видим большой ассортимент. Через какое-то время, когда начнут заканчиваться деньги, потому что на самом деле переход на следующий уровень, причиной этому является кризис, деньги закончились. То есть надо зарабатывать по-другому. И переходят те, кто видят новые возможности, уходят от общих стереотипов. Но некоторые отрасли уже более конкурентоспособны, или выше конкуренции, они уже перешли и на ориентацию на сбыт. А, собственно говоря, это если у вас лучше бегает отдел продаж, либо вы больше денег вкладываете в рекламу, пускай в ужасную рекламу. Это работает, вас предпочитают потому, что знают, в отличие от других, знают больше, вспоминают чаще наиболее известный товар. Проблема в другом, то, что средний житель мегаполиса сам не считал, но слышал цифры, в том числе и Москвы, в день получает до 5000 рекламных сообщений, ориентированных именно на него. И понятно, что наш мозг сформировал спам-фильтр, который всё, что считает бесполезным, он отсекает. То есть посмотрите на свою реакцию, когда вы листаете глянцевый журнал, в сравнении с рекламой вы перелистываете, воспринимая такое пятно. Спам, перелистнули, пошли дальше. И надо двигаться куда-то дальше. И вот здесь появляется четвёртый уровень. И когда я эту систематизацию рассказывал в начале 2000-х, я честно говорил, мы дойдём, но я не очень верил, что мы дойдём. Мы переходим на следующий этап, это ориентация на потребителя. Дело в том, что на предыдущих трёх этапах мы не спрашивали потребителя, чего он хочет. И во многих компаниях до сих пор существует стереотип, я лучше знаю, чего надо этому потребителю. Да не разбирается он, я же специалист. И вот вы же вот те, кто, собственно говоря, перейдёт на следующий этап, кто забросит свою гордыню и спросит у потребителя. Это очень сложно. И чем вы лучший профессионал в отрасли, тем тяжелее совершить этот шаг. Есть ещё один немаловажный момент, что если мы посмотрим, наиболее успешны не те компании, кто экономит на маркетинге, а те, кто как раз имеют большую долю маркетинговых расходов в выручке. Ну, в структуре издержек, там, баночки йогурта, хорошо продаваемого, 68% маркетинговой издержки. Понятно, что туда относится и упаковка, понятно, что туда относится, там, плата за полку, там, дистрибуторские, но 68% в структуре издержек, стоимости, вот цены, которую мы покупаем, это то, что относится к маркетинговым издержкам и контролируется маркетингом. И если мы посмотрим по движению по этим этапам, как раз расходы на маркетинг они растут. И спрашивать клиента, ориентироваться на клиента, это очень важно. Здесь, конечно, можно я сам себе задам вопрос? Да давайте, конечно, я и так уже, видите, расслабилась, сижу, так всё хорошо идёт. Замечательно. Эта аудитория не всегда просыпается с утра и приходит задавать себе вопросы самому, включается по его режиму. Так вот, меня спросят, так что, мы должны сделать потребителя счастливым, мы должны удовлетворить все его хотелки? Да ни в коем случае. На самом деле это нельзя делать, потому что, потребитель не будет готов платить за идеальный продукт, это всегда очень дорого, либо вы обанкротитесь. Вам просто надо понять, а что же является для потребителя наиболее важным? Да, и отбросить вот прочие вещи. То есть не пытайтесь выстроить идеальный товар, к чему мы стремимся. И вот здесь наверняка среди наших слушателей есть специалисты наших высокотехнологичных компаний, в том числе поддержанных производством. Вот они грешат созданиями идеальных товаров. Они приходят к нефтяникам и говорят, видишь, у тебя там цистерна, ты ее каждые пять лет перекрашиваешь. Давай мы напылим металл, а сто лет простоит, мы гарантируем. Не красничаю, блестеть даже будет. На что нефтяник говорит, ребят, подождите, а зачем мне сто летняя цистерна? Говорит, у меня запасов разведанных на 20 лет только. А с другой стороны, вы поймите, что у меня есть дети малые, и каждые пять лет я ее перекрашиваю, я при работе, сформулируем так. Я в процессе. Я в процессе. А так, получается, я останусь без работы? Ребят, мне не нужна идеальная покрытие этой цистерны. И вот здесь нам, опять же, надо отбросить, возможно, даже наши улучшения, может пойти по пути упрощения. Тем более, что давайте посмотрим, что большинство рынков потихонечку расползаются. Либо в эконом-сегмент, и он уже достаточно хорош, чтобы реализовать функциональные потребности. Либо действительно в премиум-сегмент, когда я покупаю нечто. Я покупаю мечту. Я не покупаю товар, я не покупаю железяку. Я покупаю мечту, я покупаю ощущения, я покупаю впечатления. А вот со впечатлением у нас пока очень плохо. Это есть такое. Андрей, оценка эффективности маркетинговых усилий в секторе B2B имеет принципиальное отличие от розничного сектора? Принципиальных нет, но идеал, как всегда, кроется в деталях. То есть, если мы говорим об оценке эффективности, то, опять же, это деньги. Вопрос, как мы можем выйти на эти деньги. И здесь есть очень простая, безумно применимая формула. Что такое эффективный маркетинг в B2B, там, где превалируют личные продажи? Это когда продавец выходит из кабинета или офиса своего клиента, куда он попал первый раз, и он ставит три галочки. Галочка первая. В этом офисе знали нашу компанию. Уже ура, не пришлось объяснять. Галочка вторая. А здесь знали, чем мы занимаемся или что мы предлагаем. Супер. И галочка третья. Здесь знали об отличительных особенностях, о нашем уникальном предложении с точки зрения продукта. То есть, что мы предлагаем. И получается, продавец сокращает цикл продаж. Очень часто он не доходит до самой продажи, потому что коллеги, кто знаком с продажами, а маркетинг должен быть знаком с продажами, они знают, что продавец B2B сначала продает себя, потом продает компанию, потом продает продукт. И никак не наоборот, не складывается. Если только вы, не знаю, чем-то дефицитным торгуете, на распределении сидите. Ну, этим мало кто может похвалиться на сегодняшний момент. Да, есть. И получается, что продавец переходит уже непосредственно к сути. Хороший пример с точки зрения, я слышал у вас традиции, к середине передачи о сексе начинают говорить. Слушайте, ну это был единственный раз, и то с Николасом Каро не могла отказать себе в таком удовольствии. Но вы уже считаете середину передачи. Давайте переходить к сексу, не вопрос. Итак, секс в маркетинге. Ну, даже не в маркетинге, а в аналогии. Почему? Потому что аналогии позволяют порой ярко показать моменты, нюансы. Ну, давайте представим, там, парень подходит к девушке, говорит, там, я классный любовник. Это вот примерно продавец приходит к клиенту. А с другой стороны приходит другая девушка, да, или не знаю. А эта девушка, вот, как цель, читает где-то в прессе, что этот парень классный любовник. Ну, согласитесь, в каком случае у парня больше шансов получить желаемое? То есть, иными словами, в этой связке маркетолог-продавец, и особенно в секторе B2B, задача маркетолога как раз создать вот этот вот репутационный шлейф, что парень, пришедший от конкретного бизнеса, он лучший в своем направлении, в своем сегменте. Он лучше в чем-то. На самом деле, очень важный момент, это некий такой возврат к тому, что определяет эффективный маркетинг. Ваша компания должна быть лучшая в чем-то. Вот не надо, пожалуйста, мы средние, мы одни. И в чем вы лучшее, скажите? Вот что вы делаете лучше других? Да, или сумму вещей, которую вы делаете лучше других. И как раз вот маркетинг должен доносить это до клиента. И важно понимать, вот здесь важный момент, он неявно у нас есть, я не хочу, чтобы формировалось неверное представление, и у маркетинга, и у продаж должно быть право отказать клиенту. Мы не должны пытаться продать каждому наш товар. Более подробно об этом мы поговорим после короткого выпуска новостей. Пока наши маркетологи думают о себе как о инициаторах секса, новости на Финаме. Доброе утро всем, кто присоединился к нашей программе сейчас. Мы говорим сегодня об эффективности маркетинга. Мой гость, бизнес-тренер, консультант Андрей Кулинич. Доброе утро, Андрей, еще раз. Доброе утро, радиослушатели. Мы с вами от секса перейдем, пожалуй, к более серьезным для этого часа вещам. И мне бы хотелось поговорить сейчас о взаимоотношениях и вот этой вот статусе и взаимодействии между маркетингом, подразделением и подразделением с бытовым. Согласитесь ли вы, что именно от этой связки и особенно для сектора B2B в большей части зависит как раз эффективность маркетинговых усилий? Потому что маркетинг – это в первую очередь о продажах и для продаж. Ну, я по-другому сформулирую, потому что в маркетинге есть расхожая максима, да, это именно максима, она недостижима, но она должна быть, что основная задача маркетинга – сделать отдел продаж ненужным. Я, ну, или снизить усилия по продажам. Дайте говорить о максиме. Сделать отдел продаж ненужным, когда клиенты придут сами, оставят деньги, заберут товар. Ну, почему же? Мне кажется, это совсем утопия, потому что задача продавца как раз при маркетинговых усилиях, когда инициирован спрос, да, ну, увеличен клиентопоток, вот это вот основная задача продавца – конвертировать обращающегося в купившего. Или не так? Не совсем так. Давайте здесь ряд проблем. Первое, и это ощущается всем рынком, проблема с продавцами, с квалифицированными продавцами, ну, ладно, с квалифицированными еще куда-нибудь шло, с мотивированными. И проблемы будут нарастать. Причем важно понимать, что привезти продавцов, например, из ближайших стран, республик, где много мотивированного персонала, не получится. Значит, важность и значимость маркетинга будут как раз нарастать с точки зрения снижения. И продавец может быть просто подать, вот, прилавочная торговля, да, клиент уже знает, чего он хочет, зачем он хочет, какие проблемы решает. И вот здесь все-таки это максима, к ней надо стремиться, да, она недостижима, да, но, тем не менее, к ней необходимо стремиться. И когда мы говорим о связке, ну, давайте уберем к черту связку. То есть надо ли нам разделять вот коты, собаки, они там дерутся между собой. Я задаю этот вопрос именно потому, что за время существования программы довольно большое количество консультантов, сидящих на вашем месте сегодняшнем, говорили именно о том, что маркетинг маркетингом, а продажи продажами. Это два абсолютно разных процесса, они мало взаимосвязаны. Ни в коем случае нельзя, чтобы маркетолог руководил продавцом, а зачастую и вообще высказывались с точки зрения, что маркетолог должен находиться в подчинении коммерческого директора, ну, или другого названия с бытового подразделения. Вот при оценке эффективности, маркетинговых усилий. Смотрите, это же довольно распространенная ситуация, которая и вам знакома, когда продавец говорит, что маркетолог сделал товар в виде каки, и который никто не хочет покупать. Маркетолог, который либо изображал бурную деятельность, либо действительно творил маркетинг, он говорит о том, что бездарный продавец, и именно поэтому гениальный продукт не продается. Каков вариант расчета эффективности, и какова должна быть вот эта вот... Меня не интересует, кто у кого в подчинении. То есть мы сейчас не будем мериться галстуком. Как выстроить эту связку, которая будет работать на эффективный маркетинговый проект? Ну, на самом деле, проблема этого конфликта – это отсутствие четкого разделения ответственности. И очень часто маркетинг и продаж заинтересованы в подобном конфликте. Почему? Потому что никто из них в случае невыполнения плана продаж сильно не пострадает. То есть маркетинг катит бочки на продажи, продажи на маркетинг, собственник не знает, с кем разобраться, поэтому для профорума слегка журит обоих, остается в дураках, собственно говоря, собственник. Давайте тогда разделим зону ответственности. За что отвечает маркетинг, чего мы от него хотим? Причем ответственность подразумевает и полномочия, потому что если собственник говорит, нет-нет-нет, отвечать будете вы, но решаю я, тогда и отвечает собственник, пускай спрашивает тогда себя, он взял на себя эти риски. То есть мы делим полномочия, за что отвечает маркетинг, за что отвечают продавцы. Давайте говорить про продукт, например. Маркетинг делает продукт. Он должен тогда передать этот продукт продавцам. И здесь очень важный момент, про него забывают. Это даже не момент, а огромное направление в маркетинге, это внутренний маркетинг. Вы знаете, есть небольшая анкета, небольшой тест, такой комплексная диагностика, там буквально пять вопросов. Последнее время очень часто провожу. Вы знаете, какой процент сотрудников компаний не верит в конкурентоспособность своего продукта? Около 70% в среднем. То есть где-то чуть больше, где-то доходит до 95%. Они просто не верят. Это не проблема плохого продукта. Это проблема коммуникации с клиентом в том числе. Это проблема незнания продукта, незнания конкурентов. Дело в том, что к вам приходят чаще всего недовольные клиенты, которые говорят, ваш продукт плохой. Второй аспект. Клиент лицо заинтересованное. И чтобы мне купить дешевле, мне надо продавца убедить, что не стоит продукт такие деньги. Но вы же знаете русскую присказку, что если человека сто раз называть свиньей, на сто первых он захрюкает. И вот хрюкает, черт побери, наш продавец. И говорит, что он не верит в этот продукт. Второй момент. Они ничего не знают о своих конкурентах. Двухдневный семинар. В рамках одного дня корпоративных. Бьемся. Говорю, ребят, классный у вас продукт. Я им пользуюсь. Говорит, так ерунда. Говорю, классный. Но здесь мы сейчас, Андрей, с вами захватим другую проблему, что достаточно большое количество продавцов, которым в принципе стыдно продавать свой продукт по декларируемой цене. Не согласна с ценой просто. Сейчас мы дойдем, конечно. Конечно, да. То, отправляя их вечером по конкурентам, с утра я получаю аудиторию, говорю, у нас конкурентов нету. У них все так ужасно. Какие мы классные. То есть эти вопросы можно решать? Возможно, их надо вынести, не знаю, там, в целый цикл передач отдельной, там, просвещения. Но, коллеги, введительная просьба, радиослушатели, продайте в первую очередь продукт своим сотрудникам. Давайте поймем, что плохие новости и плохие отзывы, они поступают в компанию легко. И ваша задача обеспечить голос довольного клиента и донести как раз до сотрудников. Я почему еще так бьюсь за ваш ответ по поводу этой связки? Потому что при оценке маркетинговой эффективности все инструменты, которые были направлены на стимулирование сбыта, как раз, маркетологам, все данные по результатам лежат вот в этом сбытовом подразделении. Какова должна быть система взаимоотношений при оценке эффективности? Я проинициировала некий маркетинговый проект. Мне нужно от продавцов получить обратную связь. А для сектора B2B, мне как для маркетолога, еще и принципиально важны причины отказа от приобретения продукта, потому что это для меня как раз... То есть это тот случай, когда отрицательный результат, для меня как для маркетолога результат. Вот коротко об этой алгоритме построения этих отношений. Одна из функций отдела продаж – это обучающая функция внутри компании. Дело в том, что люди не дают вам информацию, не готовы с вами сотрудничать, потому что не понимают смысла того, что вы делаете, не воспринимают маркетологов как шаманов. Объясните, чем вы можете быть полезными. И если я как руководитель отдела продаж, мне план надо выполнять, от этого моя заработная плата зависит. Увижу у вас ценного для себя человека, обладающего не умением с танцем, танцы с бубном демонстрировать в офисе, а действительно генерировать там лиды, продажи, клиентский поток, я вам дам все, что угодно. Я вам дам все, что угодно. Но вопрос, почему я должен этим делиться? Если воспринимаю как зло, то я пытаюсь вас всячески выжать из компании, показать бесполезность, в том числе ограничиваю доступ к информации. Другой вопрос. Мы возвращаемся к корпоративной культуре, можем затронуть, а почему информация в компании не циркулирует свободно? Андрей, назовите, пожалуйста, у нас стало совсем мало времени, назовите, пожалуйста, алгоритм инициирования маркетингового проекта, на основании которого можно будет говорить об эффективности. Элементарно. Крупно, очень крупно. Выйдите на улицу, выйдите в торговый зал, посмотрите, поговорите, поживите со своими клиентами, пообщайтесь, сами станете клиентом. Поймите, как ведет себя клиент. То есть для того, чтобы разложить эту морковку в виде вашего продвижения, причем постарайтесь раскладывать ее несколько дальше, чем двери у вашего офиса. Начинайте формировать даже критерии выбора продукта, когда клиент уже будет приходить, вот в матрицу его оценки будут попадать или укладываться только ваш продукт. Второй момент. Поймите или создайте, чем не удовлетворен сейчас клиент, потому что любая продажа, реклама, продвижение, маркетинговая акция – это некий элемент продажи. Продать вы можете только неудовлетворенному чем-то клиенту. Клиент, который всем доволен, просто не заметит любые ваши потуги. Что я ему должен предложить? В чем вы являетесь лучшим? То есть можете ли вы ему это вообще предложить? Кто этот целевой сегмент? И не пытайтесь продать товар всему рынку. Найдите свою аудиторию, которая интересна, вы интересен ваш продукт, и вы можете быть для них лучшими. Посмотрите, во что верят, что читают, что смотрят, где ищут информацию, как себя ведут в процессе покупки ваши клиенты. И уже исходя из этого как раз, планируйте непосредственно свою маркетинговую активность. Но здесь очень важный момент, что все-таки вы должны пробовать. То есть давайте договоримся, что не менее 10% своего маркетингового бюджета вы будете тратить. Тратить весело, бодро, задорно, пробуя новые каналы, пробуя как раз новые виды коммуникаций, нарабатывая какие-то новые шажки, шажочки. И имея этот небольшой тест, есть процент в бюджете не очень большой, ну, значительные часто деньги, ну, пускай. А вы будете иметь, на самом деле, возможности более эффективно использовать остальные 90%. И когда вы придете к руководителю и скажете, почему ты стратишь столько денег, вы на основании этого эксперимента можете сказать, смотри, здесь мы достигли вот такого прироста, здесь мы получили такой-то прирост знания, мы получили такое позиционирование среди целевой аудитории, мы получили, в конце концов, вот такие продажи, я могу теперь уже по накатанной дороге направлять основные бюджеты. У меня последний вопрос, на него попрошу вас ответить, только да или нет. Скажите, пожалуйста, вот честно, в вашей практике вы часто встречаете маркетинговые проекты, по которым абсолютно очевидными способами можно выявить эффективность? Да. Я вас с этим и поздравляю. Спасибо огромное. У меня был в качестве гостя бизнес-тренер, консультант Андрей Кулинич. Мы говорили об эффективности маркетинга и коммуникации. Спасибо большое.